Ну а сейчас хотелось бы немножко поговорить о тех комплектах снастей, которые мы подготовили для данной рыбалки. Они разноплановые, их несколько, чтобы максимально комфортно подстроиться под сложившиеся условия ловли. Так как я наверняка не знал, что нам придется, какие нам придется применять приманки, в какие условия мы попадем, поэтому и снастей несколько разных. Начну с удилища Stila, универсальный ультралайт от 0,8 до 7 грамм, длиной 7 футов, идеально сочетается с небольшими воблерами и небольшими блеснами. Безусловно, такое удилище обязательно должно быть в арсенале, если вы собираетесь ловить белого хищника, потому что он очень часто реагирует на небольшие миотерные приманки и, безусловно, легкой снастью ловить ими гораздо комфортнее и удобнее. Дальше это удилище немножко больше по тесту и немножко длиннее. Тая, моделька от 2,5 до 12 грамм, длина у нее 78. Удобно этим удилищам ловить на различного плана кренки, также на блесно вращающейся чуть побольше, на колебалке, так как удилище не очень жесткое, обладает хорошим сдерживающим ресурсом, хорошим забросом. В общем, все, что необходимо при ловле достаточно аккуратной, осторожной рыбы, такой как джерих или ясь. Следующий комплект – это новое удилище от компании Мегабас, Близзард. Длина у него 8,3 фута, тест от 4 до 18 грамм. Конечно, я бы не стал позиционировать это удилище целенаправленно для ловли белого хищника, да и вообще, наверное, для ловли таким типом приманок, как воблеры. Но, тем не менее, это удилище со мной сегодня в лодке, потому что львиная доля времени при охоте на жериха уделяется ловле на тяжелые колеблющиеся блесны. И это удилище отлично справляется именно с тяжелыми колебалками. То есть оно обладает экстрафастовым строем, позволяет достаточно далеко забрасывать колеблющиеся блесны и очень четко контролировать их проводку. При этом была у нас, так скажем, возможность в некоторых местах ловить на джиг, и для джига также это удилище оптимально подходит по своим параметрам. Поэтому третью рыбалку у меня в руках уже доставила масса эмоций положительных. В эту поездку я взял с собой два максимально универсальных спиннинга, потому что четкого понимания, на какие приманки ловить, не было. Первый спиннинг – это Pantone 21 Stila в длине 7,3 до 10,5 грамм с маркировкой T, что означает специализация твичинга. Для меня этот спиннинг является одним из самых часто используемых. Я его применяю в диапазоне приманок. Если по воблерам, то в принципе можно ловить, начиная от 35-го риджика, самая маленькая приманка, которую я с собой взял, до 90-го риджа. Также я им ловлю на воблеры, ну таких диповых версий, на блесна, вертушки. Ну и по джигу от 8 до 14 грамм он работает достаточно неплохо. Вторая палка, которая, ну она практически всегда со мной в лодке, это Pantone 21 Taya в 73 длине до 17,5 грамм. Поистине универсальный спиннинг, я его использую вообще на все типы приманок. Я им ловлю колебалками, твичи имбоблеры в диапазоне от 80-го орбита до 130-й рудеры. Ну и на джиг от 10 до 24 грамм идеально. За что я его люблю? Скорее всего, вот за его универсализм, потому что взял одну палку в лодке и ты можешь ловить всем, при этом имея в руках реально качественную удочку. За вот эти удилища, как бы, я всегда спокоен и в них я всегда уверен. Поэтому на любых соревнованиях они у меня с собой, так же, как и на обычных рыбалках любительских. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок